Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Печальная статистика. За минувшую неделю 15 человек погибли в 24 ДТП в Дагестане, среди них двое детей. Безопасность гостей прежде всего. Сергей Меликов предложил создать в городах-курортах туристическую полицию. Их имена будут помнить всегда. Мемориальные доски погибшим на Украине дагестанцам открыли в 18 школах Табасаранского района. Горный воздух – часть подготовки. Дагестанские бойцы ММА тренируются на высоте около 2000 метров. К чему они готовятся? Смотрите в выпуск. Воскресенье на автодороге Буйнакс-Махачкала. Автомобиль «Лада Веста» съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Пассажир машины – 36-летний житель Кизелюрта погиб на месте аварии. А водитель – 34-летний житель Чародинского района с различными травмами доставлен в больницу. За день до этого в Буйнакском районе автомобиль БМВ опрокинулся в кювет и сгорел полностью. Погибли два человека. Еще один с травмами доставлен в больницу. Всего в Дагестане за минувшую неделю 15 человек погибли в 24 ДТП. Среди погибших двое детей – 37 человек получили травмы. Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям республики соблюдать правила дорожного движения. Дагестан получил новые кареты скорой помощи. Федеральное правительство выделило на закупку техники 6 миллиардов рублей по поручению президента России. Более 20 машин скорой помощи будут распределены по муниципальным образованиям республики, исходя из потребностей и численности населения. По такому же принципу были распределены и 55 школьных автобусов, полученные регионом ранее. Сергей Меликов предложил создать в городах-курортах туристическую полицию. Глава республики озвучил такое мнение на семинаре совещания по подготовке к заседанию Президиума Государственного Совета в рамках Восточного экономического форума. Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов, считает глава Дагестана. На оплату услуг ЖКХ дагестанцы тратят меньше всех в России. РИА Новости составил рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальное хозяйство. Средний показатель республики составил 5,6%. Именно столько тратят дагестанцы на оплату за свет, газ, воду и прочее своего семейного бюджета. Дороже всех такие услуги обходились москвичам – больше 10 тысяч рублей в месяц. В Агульском районе приступили к ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост». На сегодняшний день на объекте завершены работы по расширению земляного полотна. Уложено асфальтобетонное покрытие на протяжении полутора километров. Параллельно идет реконструкция двух мостовых сооружений и устройства подпорных стен. Завершены мероприятия по устройству двух водопропускных бетонных лотков открытого типа на селеносных участках. Кроме того, ведутся подготовительные работы по обустройству дороги с укреплением обочин и нарезкой кюветов. Напомним, автомобильная дорога «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» является самой протяженной дорогой региона. Она обеспечивает транспортную связь восьми районов Дагестана и является единственной дорогой, ведущей в Агульский район. Ежедневно на объекте задействовано до 15 единиц спецтехники. Окончание работ с вводом в эксплуатацию трехкилометрового участка предусмотрено на конец октября этого года. Мемориальные доски погибшим на Украине дагестанцам военнослужащим открыли в 18 школах Табасаранского района. Памятные обелиски были установлены в тех учебных заведениях, где учились защитники Родины. Так, в Хочнинском лицее номер один открыли мемориальные доски трем выпускникам – Мевлану Сулейманову, Наврузбегу Самурханову и Магомеду Абдурезаеву. На Вариджинской школе – Кемрану Арабову и Акиму Гасраталиеву. Все они посмертно награждены орденами мужества. На мероприятиях, приуроченных ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом, во дворе школы собрались учащиеся и учителя, родители и родные военнослужащих и их друзья. Память погибших почти лиминутой молчания, а затем к обелискам возложили цветы. Акция «Ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом» прошла на главной площади Махачкалы. Сотни молодых людей выстроились в форме лозунга «Нет террору». По флешмобе приняли участие ребята из разных учебных заведений столицы. Мероприятие было организовано Координационным центром ДГУ и Министерством по делам молодежи республики. Знак солидарности того, что молодежь против террора, молодежь против разрушения, молодежь за созидание, за креатив, за творчество, за то, чтобы не разрушать, а творить. Лишний раз напомнить, вспомнить жертв трагедии Беслана, отдать дань памяти тем, кто в те трагические дни погиб, выражая поддержку всем тем, и всем жертвам, пострадавшим от терроризма. Мы собрались здесь в знак солидарности. Важно, что такие акции, такие флешмобы проводят в Дагестане, потому что молодежь подрастающего поколения обязательно должны знать, к чему может привести террор, почему нужно знать свою историю. Нужно не допустить того события, которое произошло однажды в Беслане. И мы знаем, впоследствии Беслан был Кизляр, был Буденос, и мы знаем, к чему это привело в будущем. Это очень важно, знать историю, поддерживать, сохранять, и нет террора. Дагестанские бойцы ММА тренируются в горах на высоте около 2000 метров. В Кунзахском районе спортсмены готовятся к своим поединкам в лигах UFC, Brave и не только. Обо всех плюсах горных сборов расскажет Курбан Рагимов, который побывал на месте и увидел все сам. Тяжело в учении, легко в бою. Бойцы куба KHK готовятся к новому сезону в горах Кунзахского района. Тренировки здесь проходят на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Команда Эльдара Эльдарова приезжает в гору уже третий год. Здесь спортсмены подтягивают общее физическое состояние. Они больше бегают кроссы, работают на снарядах и поднимают камни. Весь процесс делится боец и тренер, идет по методике его наставника Абдулманапа Нурмагомедова. Я был на сборах в 2009 году, сегодня 22 год. 13 лет прошло и программа не меняется. Обеденный кросс, качка на камнях, вечерняя борьба, спортгородок у нас свой есть. У Абдулманапа был всегда спортгородок. Мы устанавливали лесами, турники, брусья, канат. Вешали на дерево канат. В таких условиях спартанских жили. И вот все, что было тогда, можно сказать, я просто по методике Абдулманапа Нурмагомедовича провожу сам. Высокие горы, красивые водопады и бурные реки. Здесь все располагает к большой и интенсивной работе. Мухаммад Макаев участвует в горных сборах впервые. Тренировки в Хунзахе станут для бойца UFC начальным этапом подготовки к октябрьскому поединку в Абудаби. Отличный сбор, честно говоря, не отвлекает никто, как в городе. Здесь тренировки, дом, сон, питание и больше ничего лишнего. Здесь тяжелые тренировки. Тяжелые тренировки, но восстановление тоже хорошее. Так что здесь как свои плюсы, здесь минусы. Но когда я вернусь на равнину, мне будет легче, потому что здесь кислорода меньше, 2000 метров над уровнем моря. И когда спускаешься на равнину, уже легче дышать бывает. Так что я терплю, знаю, что будет плюс от этого. Три тренировки в день и только одна из них в помещении. Вечером спортсмены работают над борьбой. Повысить уровень мастерства именно в этом аспекте в Дагестан ежегодно приезжают гости из разных стран и регионов. Этот сбор не стал исключением. Причем Абдуллу Авлиякуба из Бахрейна здесь впечатлили не только тренировки. Я впервые на сборах в Дагестане. Всего нас с друзьями здесь четверо. Большое спасибо руководству нашего клуба за поддержку и вклад в наше развитие. Помимо хорошей атмосферы в зале, мне понравилось гостеприимство дагестанцев. Их нрав один из лучших, с кем я сталкивался. У вас красивая природа и вкусная еда. Дагестанская борьба – ключ к победе в титульном бою. В этом уверенный претендент на пояс лиги «Брейв» Гамзат Магомедов. Воспитанник Эльдара Эльдарова выходец из Хунзахского района. Он чемпион мира среди любителей и имеет за плечами уже шесть побед в бахрейнском промоушене. Я вот когда выиграл чемпионат мира по любителям, вот тогда я себе поставил цель, что я должен и по профессионалам стать чемпионом мира. Сейчас, иншаллах, я надеюсь, 19 октября назначен у меня бой за пояс. Я надеюсь, иншаллах, у меня получится завоевать этот пояс. А соперник с Канадой, Бред Катона, он такой чуть борется, черный пояс по бразильскому джиуджитсу. Они большинство борются в партии, а дагестанская борьба – это во всех аспектах. И со стойки, и в партии, и в любом аспекте можно побороться. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Продолжение следует...